Нажали на обе педали, поэтому и не едем. Анатолий Чубай сравнил управление государством с вождением автомобиля, где газ – это экономика, а тормоз – правоохранительная система. Говоря о последней, он напомнил про дела Калви и Серебренникова. Нужно отпустить педаль тормоза, но управлять Россией бесполезно. Два дня выше российские чиновники и менеджеры спорили в рамках Московского финансового форума о том, почему наша экономика не растет и как совершить прорыв. Особенно жарким был второй день дискуссий. Михаил Сафонов с эпическими подробностями. Уж простите, но дискуссия напомнила бессмертную картину «Богатыри». Три поколения реформаторов – 90-е, нулевые и десятые. Старший – Анатолий Чубайс, средний – Герман Греф и младший – не по годам, а по приходу в верхний эшелон – Антон Силуанов. И они, как былинные герои, посланы дать импульс российской экономике. И думают, что же сделать, чтобы с помощью нацпроектов выполнить миссию. Причем, как заметил Чубайс, в стране сложились идеальные условия. Еще не было такого, чтобы денег в избытке, а инфляция низкая. Но мешает правоохранительная система. Глава Роснано сравнил страну с автомобилем, у которого две педали. Педаль газа, экономика, педаль тормоза, правоохранительная система. Мы сегодня ухитрились на обе педали нажать так, что кости трещат. У нас блестящая, лучшая за 28 лет бюджетная политика. Это фантастические параметры, начиная от долга КВП, кончая уровнем инфляции. Результат, ну, называют вещи своими именами, роста нет. Нажали на обе педали. Так не поедем. Не поедем. Чубайс не единственный, кто за два дня московского форума говорил об этих проблемах и о реформах, которые давно назрели, но их толком не провели. Правда, Анатолий Борисович оговорился. Он не призывает к реформам, потому что реформы – это лишь перераспределение власти. Он предлагает призвать правоохранительную систему к ответу, спросить, цитата, «Дорогая система, что же ты делаешь? Вот только сработает ли такая педаль сцепления?» Зато средний реформатор Греф видит совсем иной путь. Технологии поменяли современный мир во всех сферах – управление, медицина, образование и так далее. Поэтому лучше вложить деньги туда. Тем более, что на нацпроекты их все равно не хватит, сделал вывод глава Сбербанка. Национальные проекты не дадут искомого результата, не до конца качественного их структурирования раз. И из-за того, что там нет каких-то гигантских ресурсов, этот же самый объем ресурсов нужно направить на абсолютно другие вещи. Судьба нам сделала подарок. Технологии, они совершенно взорвали все сферы. Все деньги по национальным проектам нужно пустить на создание новой модели в каждой из этих сфер. Грефу ответил Антон Силуанов. Сказал, что нацпроекты – это лишь один из инструментов. Есть и другие, например, защита прав собственности. И продолжил аналогию Чубайса. Согласился, что нужно отпустить педаль тормоза. Но даже если это сделать, то есть еще и ручник. Но на слова Грефа, что нет модели, вступился за свое правительство. Здесь было сказано о том, что у нас нет модели наших действий, нет модели прорыва. Ну как же так? Она есть. Есть цели, есть инструменты для этих целей, есть ресурсы, есть план действий. То, что Германович говорит, то, что у нас может быть несовершенные наши методы, возможно. Давайте корректировать. Мы не говорим о том, что они высечены из камня и вообще непоколебимы. В машине есть колеса. Нет, колеса. Про машину Чубайса тема сегодня. Но что самое интересное, дискуссию сопровождали слайды с графиками. А по ним было видно, что российские компании держат в банках 28 триллионов рублей. Большую часть на депозитах. И эти деньги не идут в экономику. Бизнес не хочет в нее вкладывать. Или другой слайд, который на примере десятилетий показывает. Когда государство инвестирует громадные средства, то сначала экономика резко растет, а потом все равно падает. От этих картинок вообще впору буйную голову повесить. Особенно с учетом цитаты, которую привел Герман Оскарович. Александр II. «Россией управлять несложно, но все равно бесполезно». Это был второй день московского форума. А в первой тоже спорили и тоже сквозил пессимизм. Впрочем, Антон Силуанов, который и ответственен за экономический прорыв, сразу поставил диагноз. «Нам нравится, когда все говорят, что все плохо». Помимо прочего, Герман Греф заявил, что впереди возможно новый сырьевой шок, к которому надо готовиться. Споры о нацпроектах. В пятницу слово взял Герман Греф. На московском финансовом форуме глава Сбербанка заявил, что национальные проекты не дадут ожидаемого результата. Хотя бы потому, что на них не хватит ресурсов. И Греф предложил потратить эти ресурсы на развитие технологий. Споры о нацпроектах продолжаются на столичном форуме второй день подряд. В первой из традиционной критикой выступил председатель счетной палаты Алексей Кудрин. В пятницу в дискуссии помимо Германа Грефа участвовали Антон Силуанов и Анатолий Чубайс. Модерировал их спор глава Думского комитета по налогам Андрей Макаров, который дал слово Герману Грефу. Национальные проекты, о чем вчера рассказал Алексей Леонидович, не дадут искомого результата. Силу А, первое, не до конца качественное их структурирование, раз. И из-за того, что там нет каких-то гигантских ресурсов, это миф, нет таких гигантских ресурсов, которые мы вбрасываем и увеличиваем, но этого недостаточно. Соответственно, в чем и это исходные данные? Ну нельзя этими параметрами дальше вот кого-то проломить, проломить Силуанова на то, чтобы он завтра увеличил и ликвидировал, условно говоря, там резервный фонд и так далее. Соответственно, ответ лежит в другой плоскости. Этот же самый объем ресурсов, на мой взгляд, нужно направить на абсолютно другие вещи. В чем, на мой взгляд, бизнес-модель новая? Ну или модель экономического роста? Судьба нам сделала подарок. Я уже сказал, что старый инструментарий не работает. Технологии, которые нельзя не замечать, они совершенно взорвали все сферы. Сферу управления, в первую очередь, сферу здравоохранения, сферу образования, индустрии, сервисов. Абсолютно другая модель в мире складывается. Соответственно, все деньги по национальным проектам нужно пустить на переизобретение, на создание новой модели в каждой из этих сфер. Понятно. Анатолий Борисович, нет, сейчас вы... Вообще не даете мне даже высказаться. Это нормально, вы за все ответите. Пожалуйста, Анатолий Борисович. Вы-то можете перебивать силовую, но я не могу. Дайте ему высказаться. Вы что, смеетесь, что ли? А что, самому страшно сказать? Ну, конечно. Здесь было сказано о том, что у нас нет модели наших действий, нет модели прорыва. Ну, как же так? Она есть. Она есть. Есть цели, есть инструменты для этих целей, есть ресурсы, есть план действий. То, что Германович говорит, то, что у нас, может быть, несовершенные наши методы, механизмы, возможно. Давайте корректировать. Мы не говорим о том, что они высечены из камня и вообще непоколебимы. Анатолий Борисович, отлично. Давайте тогда вот... Этого не было раньше, между прочим. Все, нет. Этого раньше не было. Это тоже надо... Да, конечно, не было. Нет, извините, пожалуйста. В машине есть колеса. Нет, колеса. Все только не едет. Про машину Чубайса тема сегодня. По словам о том, что специалист по машинам это Чубайс, участники имели в виду выступление предправления Роснано. Он сравнил управление государством с вождением автомобиля. По его мнению, российская экономика не будет расти, пока не произойдут перемены в правоохранительной системе. При этом Чубайс напомнил про уголовные дела Серебренникова и Калви. Знаете, управление экономикой, или, если хотите, управление государством, на самом деле, в чем-то простая вещь. Это как автомобилем. Есть две педали. Одна называется газ, другая называется тормоз. Как мы с вами понимаем, педаль газа, экономика, первый вице-премьер. Педаль тормоза – правоохранительная система. Мы сегодня ухитрились на обе педали нажать так, что кости трещат. У нас блестящая, лучшая за 28 лет бюджетная политика. У нас блестящая, лучшая за 28 лет кредитно-финансовая политика. Фантастические параметры, начиная долгой КВП, кончая уровнем инфляции. Мечтать о таком невозможно было в наше время, да даже во время Германа Осыча. Результат – сколько там? 1,2%. 1,1% – рост. Ну, называют вещи своими именами, роста нет. Нажали на обе педали. Так не поедем. Не поедем. Так какую педаль будем отпускать, вы забыли сказать. Ну, конечно же, нужно что-то делать с педалью, которая называется правоохранительная система. Я не предлагаю реформу правоохранительной системы. Это Греф предлагает реформу. Чубайс, который не предлагает реформу, это не Чубайс. Абсолютно. Не, вы пропустили момент. Это Греф у нас молодой реформатор, а Чубайс – пожилой консерватор. Все изменилось за это время. То, о чем я говорю, очень просто, очень ясно. Я категорически против реформы правоохранительной системы. Реформа – это перераспределение власти. Мне гораздо более скромное предложение. А давайте изменим целеполагание. А давайте попробуем спросить с правоохранительной системы за то, что написано в нашей российской конституции. А давайте попробуем сказать, дорогая правоохранительная система, ты же сегодня что делаешь? Ты, по сути дела, все гражданское законодательство вместе с судебным процессом подменяешь уголовным. Ситуация, когда есть конфликт между бизнесменами, который можно было бы разрешить нормальным арбитражным или общегражданским судом, у нас появляется уголовное дело. Их список бесконечен от позорного дела Серебренникова, развалившегося, слава тебе Господи, до не менее позорного дела Калви. И между ними сотни тысяч, которых мы не видим. Ребят, а давайте вы прекратите открывать уголовные дела там, где можно решить вопрос без уголовного дела арбитражным судом. Анатолий Чубайс, возвращаясь к выступлению Грефа, он предупредил, что российскую экономику может ждать новый нефтяной шок. Я вообще боюсь слов, мы готовы к кризису, потому что каждый кризис мы готовимся к прошлому кризису. Если мы будем готовиться ко вчерашнему кризису, то мы упустим завтрашний. Сырьевой шок, на мой взгляд, у нас впереди. И сырьевой шок под названием снижение потребления нефти в мире и фактически бесконтрольное увеличение предложения нефти в мире. И это приведет к очень низким ценам на нефть, сказал глава Сбербанка. Пленарная сессия форума сопровождалась слайдами. Из них, в частности, можно было понять, что после больших государственных инвестиций экономика резко растет, но потом все равно снижается. Главным критиком на финансовом форуме уже по традиции выступил Алексей Кудрин, глава счетной палаты. Не верит, что заявленные правительством темпы экономического роста достижимы. Как сказал Кудрин, нацпроекты не решают проблемы инвестиций в частный бизнес. А без них и роста не будет. В интервью «Бизнес.ФМ» он пояснил, что имеет в виду. Есть много общих позиций, по которым надо сейчас двигаться. Допустим, проводить декриминализацию законодательства и не арестовывать в период расследования. Эта проблема сейчас чуть ли не на первое место вышла. Так называемые роли силовых структур. Сегодня это проблема в том, что зачастую это избыточные аресты, зачастую это заказные вещи, зачастую это несправедливые вещи, которые потом разваливаются, но никто за это не несет ответственность. Вы бы этот все-таки пункт поставили? Ну, таких пунктов несколько. Я вот этого вынужден ставить сейчас практически на первое место. С точки зрения более системной, государственного управления, некачественное, вот сегодня шаги правительства так оцениваются, что не вызывает доверие у частных инвесторов. Вот вопрос, какие шаги? Я даже считаю, нужна специальная программа повышения доверия, демонстративного исполнения того, что бизнес хотел бы. Может, даже избыточно. Сегодня нужно преодолеть этот барьер недоверия. К ним относятся в сфере правоохранительности, в сфере регулирования бизнеса и контроля, в сфере приватизации части отраслей, которые, наоборот, зачастую... Это, на ваш взгляд, тоже был бы сигнал. И, кстати, такое настроение было в начале нулевых. Я помню это. У нас в страну был приток капитала в 2006, 2007, 2008 до 60-80 миллиардов долларов. Вы говорите о каких-то программных вещах. Ждете ли вы, что они действительно произойдут? В судебное правовое вижу только небольшие эволюционные изменения, которые, скорее всего, произойдут, нерешающего характера. В экономической политике правительства в части вовлечения в оборот земель или приватизации минимальные шаги ожидаю. Но, как мы знаем, по приватизации или по увеличению частного сектора в экономике принципиальных шагов не спланировано. И, в общем-то, правительство сторонится этой темой под разными предлогами. Что, особенно в условиях враждебного, может быть, окружения, конфликтов, санкций, нам нельзя сейчас запускать частный сектор, особенно иностранный, ну и как бы и свой. Вот нужно держать под контролем государства много секторов. Поэтому я не ожидаю каких-то смелых шагов. Поэтому при прогнозе 1,7% роста в следующем году рост будет примерно от 1 до 1,3%, то есть ниже того, что сегодня прогнозирует правительство. А наш потенциал вот такой роста на ближайшие все 6 лет пока, если что-то не изменится, будет примерно 1,5% в среднем экономического роста в лучшем случае. Продолжение следует...